Возвольте передачу реновации новостройки Москвы. Это второй пехотный переулок, и он плавно переходит в первый Волоколамский проезд. Здесь конец первого Волоколамского проезда. Это бизнес-центр «Диапазон», который создан в корпусах и на территории бывшего завода московского радиодеталей. И вот это у нас здесь отходит третий Волоколамский проезд от первого проезда. И это здесь начинается третий микрорайон Щукино. Ну а по ту сторону находится четвертый микрорайон Щукино, соответственно, мы в районе Щукино на северо-западе Москвы. И в этих микрорайонах реновацию попало очень мало домов. Вот, в основном жители отказались отсюда переселяться. Место здесь достаточно такое выгодное, хорошее, довольно спокойное. А дома очень крепкие. Все дома здесь практически кирпичные. За небольшим исключением, по-моему, всего четыре дома панельных. Вот это как-то третий Волоколамский проезд, по которому в реновацию не попало вообще ни одного жилого дома. Хотя здесь по третьему проезду около, наверное, десятка пятиэтажек. Ну, тут все одни пятиэтажки, все кирпичные. Вот он этот проезд, он как раз сюда идет, до улицы Маршала Бирюзова. Вот. А мы продолжаем идти по первому Волоколамскому проезду, вот, в котором находятся 16 жилых домов. Всего 16. Вот. И все эти дома, они пятиэтажки. Вот. И вот, несмотря на такое количество пятиэтажек, да, то есть, фактически все пятиэтажки по первому Волоколамскому проезду, ну, такие вот, да, кирпичные фактически все, вот, в реновацию здесь попало всего только два жилых дома. Причем они панельные. Вот сейчас мы их посмотрим. Ну, это конец проезда, это, соответственно, у нас 13-й дом, это 15-й на углу с третьим Волоколамским проездом. Это все идет диапазон, корпуса диапазона. Вот. 13-й, там дальше будет 11-й дом. Это все дома, они в реновацию не попали. Как я уже много раз подчеркивал, естественно, это не значит, что эти дома точно не снесут, да. Конечно, их вполне могут снести, вот, волонтаристским путем, да, и каким угодно схемами, да, и просто так. Вот. Но мы все-таки говорим об официальном, да, так сказать, об официальной информации, об официальных данных. Так вот, официально пока здесь вот на первом Волоколамском проезде в реновацию попало только два жилых дома, на сегодняшний, повторяю. Вот. По ту сторону первого Волоколамского проезда, там туда 8, 6, 4, 2 и так далее, да, туда тоже. В сторону начала проезда, они тоже, как видим, все кирпичные, и они тоже в реновацию не попали. Вот. Опять же, я сейчас говорю, это не значит, что их не будут сносить. Вполне могут снести. Ну, может быть, когда-нибудь там попозже, не сейчас, а через какое-то время. Пока не попали, но дело такое. Вот. Ну, это школа вот у нас тут. Ну, понятно. Собственно, говорить нечего. Типовая школа тоже где-то. Да, и я забыл сказать, наверное, да, что все эти микрорайоны, да, и среди, четвертая вообще, эта застройка здесь и в окрестностях, она относится к концу 50-х, начало 60-х годов. То есть все вот эти вот микрорайоны, дома здесь, они были построены примерно с 58-го до 62-го года. Ну, там отдельные дома, по-моему, один или парочка в 64-м году еще там добавили. Ну, это совсем немного. А в основном где-то вот эта вот пятилетка с 58-го по 62-й год. Вот все эти дома вот здесь, которые мы видим. Ну, и вот мы подходим к этим домам, собственно, которые попали в реновации. И дома эти панельные. Они имеют номер 7, корпус 1, и номер 7, корпус 2. И оба дома были построены в 361-м году. Итак, вот он первый дом, 7, корпус 1. Ну, и, соответственно, за ним идет 7, корпус 2, точно такой же панельный дом. С 61-го года постройки. Вот здесь как раз за школу. Вот он, второй дом. Видите, они такие желтенькие. Желто-белый этот дом, а этот вообще желтый. Вот. Вот эти дома, единственные на 1-м Алакаламском, которые попали в реновацию. Ну, вот интересно, что за ними идут точно такие же еще два дома панельных. Под номером 7, корпус 3 и корпус 4. И построены они были в 60-м году. Но это интересно, что они в реновацию не попали. И вот это, конечно, вызывает, так сказать, удивление и сомнение в том, что их не будут сносить. То есть, если, скажем так, будут сносить вот эти два дома, да, под номером 7, корпус 1 и корпус 2, то наверняка, соответственно, снесут и вот эти дома, тоже желтые. Один такой прям яично-желтый, но другой более интенсивный, другой менее интенсивный. Да. Ну, вот, видите, дом 7, корпус 3. И за ним 7, корпус 4, такой совсем прям желтый дом. Но, еще раз говорю, пока в настоящий момент они в реновацию не попали. То есть, жители проголосовали против. Но это вовсе не обозначает то, что их не будут сносить. Вполне могут и снести. Тем более, если будут сносить вот эти дома. 7, корпус 1 и корпус 2. Вот, ну, пока, как мы видим, тут, соответственно, реновация не началась в этом, в этих микрорайонах и в третьем, и в четвертом. Пока тут все спокойно, но, соответственно, в любой момент можно начаться. Ну, спокойно и тихо, потому что здесь, в принципе, немного домов попало в реновацию. В этом все дело. Поэтому, особенно-то, пока не разгуляешься. Сносить там 1, 2, 3 дома, да, буквально точечно, да, это, конечно, не очень выгодно. Вот, видите, тут довольно плотная застройка на этой территории. Вот, ну, конечно, дойдет очередь и до этих микрорайонов, это, несомненно. И, скорее всего, ближайшие годы. Продолжение следует...